Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Бринчанинова. Молитвенный труд – это царственный подвиг, но на его пути есть опасности, не замечая которые, можно впасть в вечную погибель. Большая часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величайших святых, по отпадению ее от Восточной Церкви и по отступлению Святого Духа от нее, «молились и достигали видений, разумеется, ложных, упомянутым мною способом», – говорит святитель Игнатий. Эти мнимые святые были в ужаснейшей бесовской прелести. Прелесть уже, естественно, возбегается на основании богохульства, которым у еретиков извращена догматическая вера. Поведение подвижников, латинство, объят их прелестью, было всегда иступленное по причине необыкновенного вещественного страстного разгорячения. В таком состоянии находился Игнатий Лайола, учредитель иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и изощрено, что, как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некоторое напряжение, как являлись перед его взорами, по его желанию, ад или рай. Явление рая и ада совершалось не одним действием воображения человеческого. Одно действие воображения человеческого недостаточно для этого. Явление совершалось действием демонов, присоединившихся своей волею обильное действие к недостаточному действию человеческому, совокуплявшихся действия с действием, пополняющих действия действием на основании свободного произволения человеческого, изображавшего и усваивавшего себе ложное направление. Известно, что истинным святым Божиим видение даруется единственно по благоволению Божию и действиям Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию, даруется неожиданно, весьма редко, при случае особенной нужды, по дивному усмотрению Божию, для спасения души, а не как бы случайно. Усиленный подвиг, находящийся в прелести обыкновенно, стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкой у того пламени, которым разженны прельщенные. Подтверждается это и сказаниями истории и свидетельством отцов. Видящие духа прелести в явлениях, предстательствуемых им, сказал преподобный Максим Капсакаливий, очень часто подвергаются ярости и гневу. Благовоние, смирение или молитвы, или слезы, истины не имеют в нем места. Напротив того, он постоянно хвалится своими добродетелями, тщеславствует и предается завсегда лукавым страстям, бесстрашно. Вот что бывает, друзья мои, при неправильном совершении молитвы, и неважно, где ты молишься, на Святой горе Афон, в Иерусалиме или в глубокой деревушке России, важно избегать восторженности, мечтательности, удаляться от опасного нервно-психического возбуждения, чтобы не повредить душе своей. 4 мая по благословению митрополита Ставропольского и невиномысского Кирилла и при поддержке губернатора Ставропольского края и члена Совета Федерации Михаила Афанасова празднику Пасхи Христовой в город Ставрополь специальным авиарейсом из Иерусалима привезли благодатный огонь, одно из самых известных чудес Православной Церкви. Представители Ставрополья вылетели ночью из Ставрополя в Тель-Авив в аэропорт имени Бангуриона. Прилетели туда рано утром и сразу же поехали в Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Возглавлял делегацию Ставропольской гепархии протерей Александр Гамзяк. Для отца Александра это уже десятая поездка на Святую Землю за благодатным огнем. Слава Богу, Господь дал возможность в этом году, в 2024-м, побывать на Святой Земле, встретить и стать участником встречи благодатного света, благодатного огня. По благословению Кирилла, митрополита Ставропольского и Невиновысского, делегация Ставропольской гепархии, которую возглавил Аз Есмин Достоин, по поручению губернатора Владимира Владимировича, мы из города Ставрополя вылетели в город Иерусалим. Вы знаете, к великой радости и неожиданно наш самолет приземлился в Батуми, в Грузии, в Иверии, в дел Пресвятой Богородицы, где мы провели более часа времени, помолились, благословили, сотрудников аэропорта, очень верующие, очень воцерковленные люди. Подходя, я хотел бы засвидетельствовать о том, что, подходя к таможникам, а это девушки, вот они проверили документы, вышли все из постов и взяли благословение. Конечно, это тронуло сердце и радовало всех нас. Из Грузии мы вылетели в город Тель-Авив и приземлились в аэропорту Бен-Гурион. Откуда направились в город Иерусалим? Конечно же, без искушений, без определенных сложностей. Ни одна поездка в течение 10 лет, а это была 10-я поездка, лично моя, которую я возглавлял, не обходилась. То есть, постоянно какие-то сложности. Но это не сложности, это испытания, которые Господь посылает для проверки веры. И вот не сразу мы зашли в то место, где собирались паломники для встречи Благодатного огня. Нас постоянно направляли в другое место. Но, слава Богу, Господь указал и время, и место пребывания. И мы вошли на ту дорогу, по которой шли паломники. И зашедшие в храм гроба Господня тоже определенные сложности. Полиция, охрана проверяли, не пускали нас в предел алтаря греческого храма. Но мы стояли сбоку, смиренно молились. Сначала прошли греки, другие паломники. И затем Господь так развел толпу, и получился проход. То есть, мы, паломники Русско-Православной Церкви из России, прошли в храм гроба Господня. И там молились за весь народ, за Ставрополь, за город Ставрополь, за всех наших добрых прихожан и послушников, которые трудятся здесь смирением, спокойно. С молитвой ожидает сошествия Благодатного огня. И слава Богу, Господи, слава Тебе, в этом году сошел Благодатный огонь. Господь дает нам возможность трудиться дальше, благословляет и терпеливо, и со своим человеколюбием обращается вновь и вновь к нам, чтобы мы примирились, чтобы мы жили в мире и согласии, чтобы мы учились священному писанию, Евангелию, и исполняли самую главную заповедь, заповедь любви к Богу, заповедь любви к человеку. Христос воскресе! Получив лампаду с негасимым и неопаляющим светом, делегация вылетела обратно на Ставрополье, чтобы успеть доставить Благодатный огонь к пасхальному богослужению. Вот самолет со сатой земли пошел на посадку, и толпа устремилась к взлетной полосе. Благодатный огонь встретил секретарь епархиального управления и романак Гавриил Ольховик. Вскоре огонь доставили во все уголочки края. В Казанском кафедральном соборе города Ставрополя Благодатный огонь встречал митрополит Ставропольский Невиномысский Кирилл. По благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского и Невиномысского, главы Ставропольской митрополии, передаю радостное пасхальное приветствие. Христос воскресе! Во истинный воскресе! Несмотря ни на какие внешние препятствия, уже который год наш регион встречает Благодатный огонь. И это свидетельство того, что Господь благоволит к нам. Господь посылает каждому из нас в наши дома, в наши семьи, нашим родным и близким, мир, любовь, согласие и взаимопонимание. С праздником Святой Пасхи! Христос воскресе! Во истинный воскресе! Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Пасхи Христовой! Христос воскресе! Христос своей смертью победил смерть. Для человека это достаточно нелогично. И мы слышим в тропаре Пасхи Христовой «Смертью смерть попрал». Это стало возможным лишь потому, что Христос является Сыном Божиим, является Богом. И поэтому Он смог даже через Свою смерть физическую уничтожить смерть физическую. И самое главное – вести нас всех за собой в рай. Вернуть нам рай. Христос победитель, победитель смерти, победитель дьявола, победитель ада. И как нам сегодня нужна каждому победа? Как нам нужна победа на поле брани, в зоне специальной военной операции? Как нам нужна победа в нашей стране тех всевозможных безобразий, которые накопились за этот период времени и которые будут, наверное, всегда. Но желательно, чтобы их было как можно меньше, чтобы мы стали победителями в нашей стране всех этих преступлений, безобразия, разврата, распущенности и многого другого. Как важно, чтобы мы стали победителями внутри себя, борясь каждый день со своими грехами, страстями и приближая через свое совершенство рай, жизнь с Богом, радость, общение с Богом. Всем вам, дорогие мои, победы, но которые возможны только со Христом, с Господом, спасителем, победителем смерти, победителем дьявола, с Господом нашим спасителем. Воистину воскресе Христос! На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь. Храни вас Господь. Храни вас Господь.